Слушайте, ну вроде-то все готово. А здесь сразу плиточка. Не во всех квартирах так есть. А здесь почему-то остатки штукатурки не хватило немножко. Нормально. Знаете, незакрепленные, да? Обратите внимание. Промерзание. Стекла закрыты специальной пленкой. С грязью, мусором и не отмыто. Система допуска здесь не работает. Видно, что здесь еще идут какие-то работы. Сам двор. Дохлые кусты. Все аналогично. Дверь такая, знаете, немножечко в сторону отошла. Вот так это должно быть, друзья, в каждом доме. Пока где-то что-то отвалилось. Есть указатель этажности. Для меня это реально неожиданно. По окнам есть нюансы. Выходим от верха до самого низа. Сюда не стыдно привезти. Мне было бы друзей. Удивительно. Я считаю, это сделать СДС правильно. Мы с вами видим качество. Дохлые вот такие кустики. Пока у нас вместо земли и деревьев здесь снег. Достаточно некомфортно. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня пойдет речь о жилом комплексе DreamLine от застройщика СДС. Жилой комплекс DreamLine расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга на парашютной улице, рядом с лентой. Ближайшая станция метро к комплексу Комендантский проспект, до которой 5 километров. А остановка общественного транспорта расположена в шаговой доступности от комплекса. Если у вас есть дети или они в ближайшей перспективе, то, конечно же, для вас актуальны детские сады и школы. В 400 метрах от комплекса расположен ближайший детский садик за номером 39. Согласно официальных данных Одесского садика, есть 19 вакантных мест в раннюю группу. Это возраст детей от 2 до 3 лет. А вот в остальных группах, к сожалению, вакантных мест нет. Школа номер 55 на удаленности в 500 метрах от комплекса. Согласно официальных данных, информация о вакантных местах в школе отсутствует. Чуть дальше школа за номером 165. Согласно официальных данных, в школе вакантных мест нет. Из явных, конечно, плюсов это место расположения комплекса в экологичном районе. Даже в пробе грунта нет следов бензопирена. У каждого проекта есть схема планировочной организации земельного участка, на котором показаны жилые дома, нежилые помещения, деревья, кусты и многое-многое другое. А вот давайте вместе с вами внимательно посмотрим на эту схему. Перед тем, как, друзья, посмотреть схему, я в Яндекс.Картинках набрал жилой комплекс Дримлайн, чтобы показать вам, как застройщик позиционировал свой, соответственно, жилой комплекс и показывал нам всю эту красоту вместе с ее озеленением. Итак, я скачал с сайта застройщика вот такой буклет, где, соответственно, можно посмотреть, как выглядит комплекс, как расставлены дома, там где много чего всего интересного написано. И, соответственно, например, вот мы смотрим, да, вот этот рендер, где видно большое дерево, большая вот здесь классица, красивая трава, велопарковки, люди, тут типа арки какой-то, входная группа такая достаточно красивая. Но смотрится красиво, понимаешь, что есть озеленение. Вот здесь дерево виднеется. Вот так нам, соответственно, продают квартиры. Здесь также мы видим вот эта входная группа, забор. Вот здесь на самом деле у застройщика калитка, но почему-то здесь калитку не показали маркетологи-застройщика. Первый этаж, вот они, коммерция. Вот этот первый корпус 1.1, это 1.2, который сдали в начале декабря 2023 года. И смотрите, то есть вот они из катки. В этих катках должны быть деревья. Вот они здесь нарисованы. Потом вот здесь мы видим деревья, кустарник, здесь красивая трава. Листаем дальше. Вот тоже какая-то входная группа на лестничные марши. Здесь тоже мы видим и кустарник, и какое-то деревце. И здесь травка колосится, он самокаты стоят. Ну, просто какая-то на самом деле красота. Тут кто-то приехал на мотоцикле коммерческим помещением. Смотришь буклет, конечно, все радует. Особенно смотришь, когда вот здесь. Вот это корпус 1.1, и вот за ним получается зеленая зона, и дальше идет парашютная. Вот эта парковка. Обратите внимание, сколько зелени. Здесь кустарник, и все на свете. Вот так нам продают. Смотрим дальше. Вот это получается, скорее всего, двор между 1.2 и 1.1, или 1.3. В следующей очереди, которая еще только возводится, большое высокое дерево. А тут какое-то резиновое покрытие или набивное похоже. А вот резиновое, вот набивное. Здесь брусчаточка, зеленые газоны, кустики, деревья. Ну, друзья, настоящая красота. Здесь мы видим, вот он 1.2. Вот это лента впереди, где можно парковаться. Коммерция. И вот здесь тоже видно все зелененькое, все в деревьях. И здесь, смотрите, какие большие деревья. Ну, просто не комплекс, а загляденье. А вот сейчас на ваших экранах, друзья, схема. Вот он дом. Это вот первый корпус. Это, соответственно, второй корпус. Здесь три подъезда, здесь у нас два. Вот она коммерция. И вот, соответственно, вот здесь проход у нас. Значит, у каждой схемы есть, соответственно, значки. То есть, к примеру, вот это границы проектируемого земельного участка. Проектируемый газон. Вот он, друзья, обратите внимание. И, соответственно, смотришь, смотришь, тоже здесь газон видно у площадки для хранения велосипедов. Но нигде не видно ни кустов, ни деревьев. То есть, есть специальный значок для кустов и деревьев. Для примера я взял жилой комплекс Астроконтиненталь. Если мы с вами посмотрим на жилые здания, то вот такое ощущение, что вот это, знаете, вот кустики нарисованы. То есть, вот есть кроме газона вот это зеленое, вот кустики. И давайте смотреть. Смотрите, друзья. О, кустарник. А деревья обозначаются вот так. Зеленый кружок, в котором внутри такая зеленая точечка. И если здесь посмотреть, то вот эти кружки видны. То есть, это стандартное обозначение. У каждого, соответственно, изделия есть там свое обозначение. Ну и, соответственно, здесь мы видим, что деревья есть, кустарник есть. Ну, кстати, тоже можете по рендерам застройщика посмотреть и понять, будет ли все так на рендерах, как, соответственно, схема из проекта застройщика, которая, соответственно, согласована с городом. Вот здесь мы по обозначениям видим, что здесь только везде трава, здесь нигде вообще нет деревьев. Что-то наподобие деревьев. И здесь вот два места есть, это как раз есть во дворе. Там они так специфически среди резинового покрытия. Вот оно, кстати, как обозначается, сделано. И все. Ни кустарника, вообще ничего здесь больше нет. Просто ничего. Вот как сдал застройщик. Здесь мы, соответственно, видим парковку, а вот здесь уже улица парашютная. Здесь все в асфальте, вот здесь небольшая зелень. Все больше, здесь ничего нет. Вот это здание, это многоуровневая парковка. Чтобы не быть голословным, схему выложил в своем телеграм-канале. Телеграм-канал мой расположен по ссылке в описании к этому видео. Так что проходите, присоединяйтесь и смотрите. Первые два дома с многоуровневым паркингом сдал специализированный застройщик «Универсал Инвест Каменко». С пятью работающими сотрудниками на конец 2022 года и уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Вторую очередь жилого комплекса с многоуровневым паркингом возводит специализированный застройщик «Универсал Инвест Каменко-1». С уставным капиталом аналогично 100 тысяч рублей. И 24 работающими сотрудниками на конец 2022 года, согласно данных от налоговой инспекции. Смотрю на класс энергоэффективности жилых зданий и паркингов, и он, друзья, одинаковый. При этом у паркинга нет окон и видна улица. По мне, конечно, это очень странно. Согласно проекту, высота потолков квартиры 2 метра 73 сантиметра, а стандартная толщина перекрытия в 180 миллиметров. Квартиры передаются как в белой отделке, так и с чистовой отделкой, на которую, кстати, сетуют жильцы, которые пришли принимать квартиры. В комплексе будет 2386 квартир, 723 машиноместа в многоуровневом паркинге, который на сегодня стоит от 738 тысяч рублей, и 222 машиноместа на придомовой территории. Спасибо, что рядом есть лента, где бесплатная парковка, на которой можно оставить свой автомобиль и не тянет так-то и далеко до своего будущего дома. А на минус первых этажах размещены кладовые помещения. Это, кстати, очень удобно, друзья. Квартиры в комплексе представлены от студий до четырехкомнатных квартир. Квартирография в комплексе выглядит следующим образом. Студии и однокомнатные квартиры занимают 67% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 24%, трехкомнатные квартиры 7% и четырехкомнатных квартир будет 19 штук. Семейным проектом я, конечно, этот комплекс не могу назвать. На момент съемки видео однокомнатную квартиру в жилом комплексе Dreamline можно приобрести от 7 миллионов 300 тысяч рублей. На вторичном рынке в жилом комплексе Dreamline однокомнатную квартиру в 37,1 квадратных метра продают от 8 миллионов рублей. У застройщиков в данном первом комплексе однокомнатная квартира в 34,3 квадратных метра стоит от 9 миллионов 600 тысяч рублей. А это, друзья, разница более чем в 1 миллион 600 тысяч рублей. Через дорогу в Verenex в Шуваловском однокомнатную квартиру от застройщика можно приобрести от 8 миллионов рублей в черновой отделке. В Прайм Приморский, который возводит сеттл-групп рядом с Вереном, однокомнатная квартира стоит от 8 миллионов рублей. А сдача комплекса, согласно проекту, запланирована на третий квартал 2025 года. Дом сдали в начале декабря 2023. Ну, хотя бы, конечно, могли тротуарчики какие-то сделать. Обратите внимание, что все во льду, конечно, идти здесь, по мне, достаточно некомфортно. Жилой комплекс Dreamline, жилой комплекс от КВС. Обзор есть на канале, ссылку оставлю там в описании, чтобы было удобно сразу найти и посмотреть. Ну, конечно, этот фасад смотрится намного симпатичнее. Ну, а то, что там внутри, увидите, соответственно, уже в моем видео. Итак, идем в свой жилой комплекс. Представьте, да, вы здесь приобрели квартиру, и каждый день до остановки нужно идти вот по такой дороге заснеженной и вся во льду. У комплекса с вами видим скамейки, видим с вами, соответственно, урны. Видим вот такие емкости. Скорее всего, здесь должны были быть растения. Да, давайте-ка заглянем. Да, здесь пока у нас вместо земли и деревьев здесь снег. Есть такая маленькая парковка под велотранспорт. Класс энергоэффективности С. Повышенный, ну ничего себе. Видеонаблюдение и фасад. Ну, первое, на что обращаешь внимание, вот на эти панели. То есть, сдалека смоется вроде так ничего. Обычные пустотелые панели. Здесь мы видим вот такой стык. Наверху мы видим уже стык, наверное, раза в три больше. Если обратить внимание наверх, то там все аналогично. И созеленение на данный момент, что видно, это вот кое-где какая-то тут высочилась трава. Дохлые вот такие кустики. Здесь их немножко. И вспомните, друзья, или обратите внимание на рендеры застройщика, как это все презентовалось. Здесь мы с вами тоже видим стоянку под велотранспорт, скамейка, урны, даже мешоки, чтобы мусор выбрасывать. Видим современное кривостоящее освещение. Мы с вами видим, что вроде дом комфорт-класса, да, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, поправьте. Мы видим с вами цоколь обычный из камня, то есть могли бы хотя бы плиткой сделать красиво. И вот этот кирпичик. То есть это обычный вентфасад. Мы с вами видим качество, как застройщик это смог сделать. За это вы платите деньги, если вдруг вы забыли. Здравствуйте. Также можно, соответственно, посмотреть, как здесь сделан запел. Ну, не знаю, почему не могли под 90 градусов запилить, почему нужно было и наскосок пилить. Ну, наверное, все по проекту, раз, соответственно, объект сдан. Места вот такие примыкания, визит один из недорогих здесь стоит. Тут у нас какая-то вентиляция дополнительная для комплекса. Но вот такой, конечно, фасад. Меня лично это не впечатляет, потому что хочется видеть, что все ровно и красиво. К примеру, вот здесь, видите, кое-где они тут подмазали, вот здесь, например, той же затирочкой. Ну, углы вот все, вот все вот такие красивые. Да, странно, конечно. Ну, ладно. Строго все по проекту, видно, делали. Напротив мы видим с вами стоянку автотранспорта. Автотранспорта. Входная группа. Видим, кстати, по цоколю разводы и вот такие потеки, что не есть хорошо. Знаете, ощущение, что прямо вот оттуда что-то текло. Да, есть такое же ощущение. Входная группа. О том, что это входная группа, можно видеть только что вот здесь свет и понимая, что это там лифтовой холл. И здесь виден один из недорогих вариантов доступа, соответственно, в комплекс от производителей Визит. Значит, здесь мы видим антивандальную, сделали такую сетку, чтобы видно, стекло не разбили. Я считаю, это сделал CDS правильно. Алюминиевые двери. Мы видим только единственную надпись, что это первый подъезд и квартиры с первой по 80-ю. Заходим. У нас есть с вами, друзья, тамбур. Заподлицо с уровнем пола вот такая сетка. Это очень удобно, особенно, когда грязь заходите, вытираете ноги. Мы от застройщика видим ограничитель двери, для того, чтобы это не бахало в стенку. С вами видим вот такую подсветку. Я бы, наверное, ставил бы чуть это выше и лучше бы отмывал, потому что, ну, чтобы не разбили, когда будет что-то таскать. Здесь, в принципе, все достаточно неплохо. Не считая того, что не сняты защитные колпачки системы пожаротушения, то есть он пока не сплавится, не сработает. Это небезопасно. Есть даже желтый круг, чтобы вы знали, что это стекло. Заходим. Слушайте, а здесь-то красота. Здесь вот пока что красота. Большая плитка, красивая отделка. Обратите внимание вот на эту сетку, даже вот она так более-менее смотрится. Неплохо. Есть уголок, все чистенько, даже все отмыто. Ну, не считая стекла с той стороны. Здесь тоже радиатор. Посмотрите, как красивенько и даже вроде ровно стоит. Удивительно. Красиво смотрится потолок. Знаете, такое ощущение, что это просто обычный гипсокартон с перфорацией. Смотрится реально круто. Здесь высота потолка, наверное, чуть более трех метров или около трех метров. Красивые гладкие стены. Слушайте, очень красиво. Мне, например, нравится. Вот напишите в комментарии, как вам отделка входной группы. Здесь, знаете, вот что мне нравится. Во-первых, она проходная во двор. Это раз. Во-вторых, здесь большое пространство. Нет никаких дурацких коридоров, как это частенько бывает. Смотрится прикольно. Здесь даже есть указатель, что это выход на улицу. Молодцы. Может же, ЦДС. Надеюсь, что может. Почтовые ящики. Сделаны тоже заподлицо. Здесь такая красивая серебристая отделка. Панели смотрятся реально достойно классно. Сюда не стыдно привезти. Мне было бы друзей, по крайней мере, в холл. Ящики большие. Есть вот такая перфорация. Смотрится реально прикольно. Молодцы. Здесь, соответственно, какое-то, наверное, дополнительное оборудование стоит. Все закрыто. И, соответственно, цвет плитки. Этот практически совпадает. Глаза не бросается. Здесь даже есть уголки. Пока видно, что везде хватило застройщику затирки. А не как это обычно бывает у ЦДС. Ну и здесь аналогично. Выход сделан так же. Есть тамбур. Тамбур это здорово. Потому что тамбур оттекает холодный воздух от горячего. И там теплый воздух, соответственно, от холодного. Красивое освещение. И лифт пассажирский. И груза пассажирский. Есть этажность до 11 этажей. И на каком этаже находится какая квартира. Ну что, друзья, как считаете, есть ли здесь пожарная руководка? Барабанная дробь. Открываем. Блин. ЦДС. Красавчики. Ну-ка. И даже здесь есть. Все подключено. Вот так должно быть в каждом доме. На каждом этаже, друзья. Поднимемся с вами, друзья, на последний этаж. Нажимаем одну кнопку вызова у лифта. Срабатывают две. Мы видим, что едет грузопассажирский лифт на первый этаж. Указатель есть. Нам с вами на 11 этаж. Потому что, как правило, это показательный. Кстати, кто не знал, вот здесь находится оборудование для сотрудников МЧС. И если вдруг лифт застранен, то можно, соответственно, будет поговорить с теми, кто находится в лифте. Значит, первое. Лифт, конечно, расположен вот так. Он двухсторонний. Это, конечно, прикольно. Датчик у лифта от верха до самого низа. Сплошной идет. Соответственно, даже если идет маленькая собачка или попугайчик, его ее не причинит. Одиннадцатый этаж. И едем. Лифты из Таймберг на тысячу килограмм и 13, соответственно, персон. Из нюансов, конечно же, уважаемый ЦДС, хотелось бы, чтобы здесь было красивое антивандальное покрытие. А не такое ощущение, что, знаете, как в строительном вагончике недорогом. Есть даже камера. Трассир. Специальное приложение есть у Трассира для телефонов для андроида и iOS. И через приложение можно смотреть, наблюдать за двором, если все подключено хорошо к серверу. Так, доехали достаточно быстро. Одиннадцатый этаж. Выходим. У нас с вами есть стандартный. Значит, вот такие таблички есть в городе первых. Во всех их объектах. Ну, где-то есть, где-то они отвалились, где-то их нет. Но здесь, обратите внимание, все это есть. Ну, вот здесь тоже, да, вот это, конечно, смотрится так себе, но сделано нормально. Значит, безопасная зона для инвалидов, для пожара, если не дай бог. То, что здесь есть лестница, шрифты брелия. Ну, молодцы. То есть смотрится здесь прикольно. Обратите внимание, какое красивое окно. Даже здесь, на последнем этаже, все отмыто. А потолок из металла. Некоторые плиты, конечно, надо было немножко поправить, чтобы они стояли ровно. Также снять, соответственно, колпачки с пожарных датчиков. Ну, пока вот я ничего другого не вижу. Видим, здесь забрало, как я это называю. Даже забрало здесь нормально установлено. Клапан, соответственно, закрыт. Ну, и что еще? Окно. Окно можно открыть. Открывается, кстати, хорошо, темного цвета. Однокамерный здесь стеклопакет. С высоты 11 этажа можно посмотреть, что у нас творится во дворе. Но это мы еще посмотрим более подробно, когда был внизу. Ну, и, соответственно, посмотреть на фасад соседнего дома. По окнам есть нюансы. Обратите внимание, вот это капельники для того, чтобы влага уходила туда. То есть есть наклон, все нормально. Но плохо вот здесь зачищено. Обратите внимание, что там большое количество остаток вот таких, скажем, пластиковых опилок. Здесь есть гидроизоляция, то есть прошли герметиком. Тут прошли герметиком. Ну, в принципе, неплохо. Кстати, даже ручка на комфортной, удобной высоте. Для меня это реально неожиданно. Естественно, из плюсов, что на каждом этаже есть указатель этажности, на каком этаже находится, соответственно, лифт. Обычная дверь со стеклом для прохода в межквартирный коридор. Вот в этих ящиках у нас находится управление лифтами. Нет машинного деления, как это обычно. И, в принципе, это вот все смотрится. Обратите внимание, что черная окантовка, цвет стен под фасад здания смотрятся достаточно прилично. Что у нас здесь в межквартирном коридоре? Как тут у нас громко. Белые, ровные стены. При входе у нас есть указатель, где какие находятся квартиры. Это тоже плюс. Лючки не поломаны. Все в белом цвете. Смотрится красиво, аккуратно. На выходе мы видим указатель, что это лифты. Мы видим выход. Мы видим оповещание, сирену и так далее. Сильно работает сейчас вентиляция. Могу полагать, что ее как раз проверяют. Указатели квартир простые, как и в других комплексах эконом-класса от застройщика. Но при этом большие цифры и, соответственно, все видно. И не видно, чтобы пока где-то что-то отвалилось. Два замка, широкая дверь, глазок. Все стандартно и смотрится неплохо. Смотрим, здесь у нас есть шкафы, в которых должны быть пожарные рукава. Открываемые, они здесь есть. Вот так это должно быть, друзья, в каждом доме. Для чего вот это все сразу изначально подключено? Что если, не дай бог, пожар, открывается кран и вы тушите. Либо тушат сотрудники МЧС. А не так, что вам где-то что-то нужно подключать. Чего-то каких-то муф не хватает. Нет рукавов и так далее. Вот так должно быть, друзья, в каждом доме. Если в вашем доме не так, то можете смело писать в МЧС, чтобы пришли и навели порядок. Потому что, напомню, сотрудники МЧС уже давным-давно не принимают дома. А выходим с вами на лестничный марш. Здесь нет нелюбимых мной переходных балконов. Мы с вами видим ограждение, потому что достаточно высокие окна. Здесь на лестнице отделочка чуть проще. Но обратите внимание на лестничный марш. Для ЦДС это просто шикарно, я считаю. И на ограждающую конструкцию. Обычный металл, окрашенный в черный цвет. Держится крепко и смотрится красиво. Но давайте с вами поднимемся наверх и посмотрим. Может быть нам повернется удача лицом. И здесь все будет открыто. Первый из нюансов. Видно, что дверь такая, знаете, немножечко в сторону отошла. О да, на камеру даже видно, что виден здесь просветы воздуха. И, соответственно, когда холодно, тепло будет уходить туда. И это, конечно, не очень хорошо, потому что за это платят жильцы. Да, здесь закрыто. Но вот видно, да? Смотрите, друзья. Какая здесь большая щель. Это, конечно, нужно уже писать заявки на устранение недостатков по гарантии. Клапан наверх. И обратите внимание, что здесь все белое и нигде не видно подтеков. Значит, ничего не течет. Это тоже хорошо. Даже на лестничном марше есть указатель этажности и количество квартир неожиданно. Спустимся чуть ниже. Включается автоматический свет. Значит, есть датчик на движение. Ну, практически все отмыли. На самом деле неплохо, друзья. Тут особо, ну, как бы я даже и придираться ни к чему особо не буду. Нормальные лестничные марши, нормальные ограждающие конструкции, нормальные стены. Для лестничного марша это вполне нормально. Двери все чисто, нигде ничего не отваливается. Даже здесь есть ограничитель. Ну, и, конечно, меня радует, что вот здесь просто огромнейшие окна, которые дают большое количество света. Десятый этаж. Обратите внимание, что все аналогично. Похоже, больше не будет видео, в которых застройщик сдает дома с ужасными недоделками. Значит, здесь у нас счетчики на тепло, аналогичные входные двери, аналогичное описание, реклама, и не вы, и все остальное. Ну, вот забрало выглядит вот так. Ну, необычно и непривычно. Друзья, обращаю внимание, что и пассажирский лифт тоже работает. Он двухсторонний. Блин, реально круто. А также здесь обращу внимание, что нормально сделаны кнопки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, то есть все понятно. Не знаете, как бывает такой разброс делают, что сможешь, и вообще непонятно, что нажать с первого раза. Ох, какой вкусный запах фанеры. Выходим из лифта и давайте с вами пройдем во двор. Да, вот очень радуется, здесь приятно. Если бы еще застройщик бы делал более подороже, применял бы выход во двор. Систему допуска, а не вот такую самую недорогую, то, конечно, было бы поинтереснее. Итак, здесь мы под слоем грязного снега видим дохлые кусты, торчащий люк, видим скамейку, мусорные баки, здесь должны быть деревья, которых нет. Во дворе мы видим плитку. Пока нюансов по плитке я тут не вижу. А здесь что-то проводили, видите, какой-то датчик, а это кондиционер, а это вывели, скорее всего, дополнительно, понятно, это подправят. Здесь фасадик неплохо смотрится. Сам двор. Деревьев нет, что меня лично печалит. Зато есть покрытие резиновое, типа трава, можно это назвать. Видите, она какая-то тут такая захудальненькая. Такой есть свой небольшой атриум, такие скамейки, видите, которые на пеноплексе стоят. То есть что-то они, похоже, что-то делали, не доделали. Теннисный стол и вот... Так, он же закреплен уже, я так понимаю. А нет, еще не закрепили. Вот стол закреплен, но кто вот это, конечно, расставлял оборудование, скорее всего, в теннис настольный никогда, наверное, не играл, потому что очень неудобно, когда вот здесь стоит скамейка, и тебе нужно что-то отбить. Ну, это трындец, конечно. То есть они здесь ни к селу, ни город. Друзья, простите, вот два дерева вижу. Ну, ничего себе, два дерева на весь комплекс, на все два дома. Смотрите, как сделано, интересно, чтобы можно было поливать. И везде резиновое покрытие, пока ничего не отходит. Есть вот такая паутинка, качельки, гнездо есть. Спортом можно позаниматься. Ну, в принципе, для комплекса неплохо. Единственный недостаток во дворе для меня – это отсутствие красивого зеленения, которое есть на рендеринг застройщика. Соседний дом. Видим, что возводят его по каркасно-монолитной технологии. Рабочий наверху. Не видно только страховка или нет, но светоотражающих жилетов нет. И кассы почему-то у них нет. Наверное, бессмертно. Да, видно, что почему-то они не думают о своей безопасности и страховкой не пользуются. А закрытая территория на сегодня, конечно, выглядит не закрытой. Видно, что здесь еще идут какие-то работы. По мне это странно. И здесь видим, что тоже демонтировали. Видно, что-то забыли проложить. Расстояние от дома до дома примерно метров 30-35. Дискомфорта особого нет. Но полагаю, что когда все достроят, звук все равно будет отражаться от фасада. И, соответственно, кому-то может это не очень нравится, когда будут играть дети и, соответственно, кричать. По поводу фасада. Вот обратите внимание, здесь как сделано, как здесь. Вот везде почему-то такое, знаете, разное расстояние. То есть могли бы, конечно, фасад сделать поровнее. И ЦДС был бы, конечно же, на высоте. Но почему-то с фасадом не так все хорошо, как рисуют на картинках. Входная группа противоположного дома. Вот мне что здесь не хватает. Это больших цифр прямо на фасаде. То есть вот здесь видно, что второй подъезд квартиры 113-227. Поворачиваешься. И вот здесь уже так далеко, что это сразу не видно. То есть надо было как-то на фасаде это делать, чтобы это было видно большими цифрами. Идем. Также урна. Также небольшая скамейка. Строительный мусор. Деревьев нет. Здесь что-то торчит. Видно так по проекту. Здесь почему-то вот не хватило. Вот видно бетон голый. То ли должны были металлом закрыты, то ли чем-то. Но раз дано, значит это так все в проекте сделано. Потому что дом сдают, когда он полностью соответствует проекту. Если здесь обратить внимание на панель. Вот смотрите, у меня тут четыре пальца входят здесь и здесь. Поднимаем голову чуть выше. И уже видим, что там она совсем другая. И вот к этому, конечно же, вопроса. Здесь на углах, обратите внимание, плитку практически смогли нормально подпилить. Практически. Если бы хотя бы вот такие огрехи также закрыли бы этим составом, смотрелось бы по мне по-другому. Значит, система допуска здесь не работает. Все открыто. Большое количество грязи, мусора. Побитая уже местами плитка обглодана. Не знаю, это было при сдаче или уже после. А здесь другой цвет. Смотрится красиво. Колпачки, как обычно, защитные, не демонтировали. Видно, так надо. Гори, как говорится, все в синим плане. Заходим сюда. Это у нас похоже на что-то такое колясочное. Где сушатся перчатки. Строительно есть мусор. Почему не убрали, непонятно. Камера. Да, видеонаблюдение. Мы с вами видим тоже здесь большое количество грязи. Но мы видим те же красивые серебристые панели, те же почтовые ящики. Открытый шкаф. И что же у нас тут внутри? А у нас здесь внутри система отопления. Причем странно, что она вот так немножечко здесь под наискосок идет. Так, конечно, не должно быть. Вот смотрите, как держится. И здесь аналогично. Вот это нужно исправлять. Здесь мы видим, что-то хотели прикрепить и не прикрепили. Но хотя бы есть элементы для сброса воздуха. Вот они стоят. Запорная арматура. В принципе, тут больше ничего интересного. Выход на улицу. Аналогичный потолок, аналогичная лампа. Аналогичная входная группа, но с грязью, мусором и не отмыто. Ну что, поехали на последний этаж. Пока, кстати, едет лифт. Здесь у нас на... Там вот не было. А здесь на первый этаж. Чтобы пройти, есть только... Только можно подняться пешком. Здесь мы уже видим ржавчину. В том подъезде этого не было. И вот это как раз один из нюансов. То есть, представляете, вы идете с магазина. У вас большое количество тяжелых сумок. Там, не знаю. Тащите микроволновку, стиралку. И вам, вместо того, чтобы подняться на лифте... А, друзья, вру. Здесь можно подняться на лифте. Обратите внимание. У Сетла нет почему-то, а у ЦДС и есть. Вот чуть было не обманул. Вы поднимаетесь на лифте, друзья, на первый этаж со своими сумками. И заносите их в свои квартиры. О, а тут у нас вообще открыто. Тук-тук, есть кто живой? Да. Здравствуйте. Отдыхаете? Можно посмотреть? Так, это отделка от застройщика, да, я так понимаю. Ламина, белые красивые двери, обои под окраску. Ну, ничего себе. Обратите внимание, друзья, стекла закрыты специальной пленкой. Ну, вот видно, что компания Vanguard уже принимала и уже нашла тут недостатки. Вот, кстати, как обои приклеили, даже вот отсюда видно. Вот так, на первый взгляд, вроде даже ничего. О, а тут похоже промерзание. Смотрите, как все закрывают пеной. Сверлят отверстие и закачивают туда пену. Ну, это навряд ли поможет. Вызвал лифт на первом этаже. Вот здесь есть нюансы. Таблички немножечко криво. То есть их, значит, приклеили криво, потом немножко подкрасили. Блин, ну почему нельзя было ровно сделать? Почему в том подъезде было все неплохо, а здесь как-то так. По-ЦДС-овски уже. Застройщик один, но второй корпус почему-то отличается не в лучшую сторону, к сожалению, от первого. А здесь, кстати, обращаю внимание, 15 этажей. Лифт я бы не сказал бы, что едет быстро, но едет плавно, его не колбасит и нет посторонних шумов. 15 этаж, двери открываются. Мы видим также вывеску, мы видим красивую белую стенку. Мы видим напротив чистое небо от Сеттелгрупп. Вот это первое, что они строили. Смотрите, какая красота. Здесь видно, что туда делают. Строительный материал. Заходим в межквартирный коридор. Коллекторная. Санлине. Сброс воздуха. Но что-то, смотрите, как-то это держится все. Знаете, незакрепленное, да, обратите внимание. Редуктор. Кран нормальный. То есть, вроде все на первый взгляд неплохо, но почему оно вот такое кривое? Это же не очень хорошо. Но зато вот здесь практически нет внизу грязи. И дырок. А выходим с вами. А вот с этим тоже не хватило немножко. Нормально. Ну-ка, окно открывается тоже. Кстати, хорошо открывается окно. Открываешь окно, а здесь что-то торчит. Смотрите, красного цвета. Что-то бурили они там, не сделали. Тут тоже все герметиком закрыто. Здесь видна стройка. Причем стройка такая, достаточно видно, активная. Да, нормально тут строят. Ну, отсюда с высоты, конечно, район как на ладони. Большое количество новостроек с разными ценами и качеством. Ну, а мы с вами закрываем, друзья, окно и пойдем на лестничный марш. Итак, здесь у нас такой же ограничитель. Окно немножечко, что-то не отмыто. Здесь ограждающая конструкция аналогичная. Лестничный марш чуть тоже не отмытый. В первом подъезде это было поприличней. Поднимаемся наверх и, возможно, здесь нам улыбнется удача. Здесь не видно никаких щелей, по крайней мере. Как было в соседнем доме. О, туда же все закрыто. Ничего себе. Очень-очень необычно. И здесь пока не видно никаких потеков. Оцените лестничный марш. Так, свет что-то здесь не включается. Может быть, конечно, таки надо. Тут тоже есть ограничители. Ну, в принципе, для ЦДС достаточно. Ну, это на данный момент лучший объект от ЦДС, который я видел. Надеюсь, через некоторое время я не заберу свои слова обратно. Десятый этаж. Квартира 182-189. Опаньки, курильщики. Баночку, что ли, поставили? Ну, что ж такое? Вид, конечно, вот этого просто трындец. А здесь зато видно, как протоптана тропинка по лестничному маршу. А здесь почему-то остатки штукатурки так до сих пор и не убрали. Хотя вот здесь видно, что пытались отмыть. А здесь мы с вами видим обычный неотмытый лестничный марш из бетона. То есть, из бетона он нормальный, но если бы его укрывали, то было бы все хорошо и чисто. Вот спускаемся на первый этаж. Обратите внимание, а здесь сразу плиточка. И вид совсем по-другому. Здесь большое окно, большое количество света. Есть даже видеонаблюдение, неотмытые окна. И очень-очень тепло, потому что здесь огромнейший радиатор на весь этот лестничный марш. Так, а что у нас? О, у нас здесь все открыто. Проходите, люди добрые. Помещение для сбора мусора. Закрыто. А, вот здесь можно по магнитному ключу проходить. Но лично я не сторонник вот таких решений, потому что будет хлопать дверь, сюда будут постоянно ходить люди, может быть посторонний запах. Плюс не забывайте, что собирается мусор в емкости, который нужно куда-то вытаскивать сюда, либо во двор, где подъезжает машина, которая забирает это все. И это, конечно, дополнительное, я считаю, неудобство для жильцов. Из нюансов, друзья, застройщики всегда вас вводят по одному и тому же маршруту, показывая все отмытое и красивое. Конечно же, лучше, если есть возможность, посмотреть соседние подъезды для того, чтобы в голове вырисовалась картинка, все ли так действительно хорошо, как на демоэтажах. Да, тут с уборкой, конечно, все ужасно, очень-очень скользко, надо быть аккуратным. Здесь мы с вами видим с озеленением, то тоже, знаете, такие полудохлые кусты, травы там практически не видно и вокруг большое количество шума, потому что идет вокруг стройка. Пожарная лестница есть, надпись, ничего себе. Первый подъезд, вот так, вот знаете, тоже, как понять, что это первый подъезд? Да никак, просто от слова никак, потому что, чтобы это увидеть, надо куда-то далеко отойти, либо, соответственно, здесь уже жить и ходить здесь не первый раз. Ох ты, ну ладно, пойдем через лестницу. Вон, обратите внимание, здесь тоже не хватило кусочка. А зашел на второй этаж, здесь мы же видим, почему-то не хватило потолка, но надеюсь, вот наш лифт, что это не исправит. Так, нахоп, какая дверь-то, чуть не задавила. Первый этаж, а, минус первый нам нужен уже, друзья, точно, едем. Лично для меня минус первый этаж, это уровень ниже уровня земли, а здесь это всего лишь обычный первый этаж. Поехали. Прикольно, да, когда двухсторонний лифт, здесь у тебя двери и здесь у тебя двери. А здесь мы с вами можем посмотреть на строящийся объект и оценить качество бетонных работ. Как вам, друзья? По пятибалльной шкале поставьте свою оценку. А, кстати, из плюсов, вот грузопассажирский, пассажирский лифт. Нажимаешь кнопку грузопассажирского лифта, открывается дверь грузопассажирского лифта. Здорово. Тринадцатый этаж. Едем. Это у нас первый подъезд, куда вводят застройщик своих клиентов. И давайте попытаем счастье здесь, поднимемся на последний этаж и попробуем выйти на кровлю. Интересно, открыто здесь или закрыто? Закрыто. Ничего себе. Для меня удивительно в доме ОЦДС видеть нормальный радиатор отопления и вот с такой подводкой и стены. Не во всех квартирах так есть, а здесь ОЦДС есть. На первых этажах будут коммерческие помещения, а на тротуарах припаркованы автомобили. У комплекса есть фасадное освещение. Полагаю, вечер в ночное время смотрится красиво. Также есть вот такие, друзья, приямки. Вот он. Обычно это закрывается каким-то металлом, это все смотрится так себе. А здесь каленое стекло. Ну, только помыть, естественно, нужно. И даже там внутри чистота и порядок. Сейчас вам покажу. Многоуровневый паркинг. Так, въезд-выезд. Видно, что еще никто сюда не заезжал. Тут даже не убрали снег. Хотя сдали. Плюсом, конечно, что сдали вместе с домами. Это здорово. Что, последняя дверь? Двери какие, да? Видно, конечно, плохо, непонятно вообще, доделано здесь что-то, друзья, или нет. Так, ну-ка, о, на камеру можно посмотреть. Слушайте, ну вроде-то все готово. Вроде паркинг-то уже функционирует. И даже система допуска работает. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас очистные. Локальные очистные. Но что-то видно здесь. До конца они не домонтировали. И по мне это достаточно странно. Итак, друзья, я, честно говоря, поражен тому, что я увидел. Это, пожалуй, самый красивый и качественный дом, который я видел у застройщика. Ну, естественно, не побоюсь и повторю, если выбирать между КВС и ЦДС, то я бы здесь, естественно, выбрал бы Дримлайн, потому что цены здесь дешевле, а внутри у меня такое ощущение, что по качеству, даже по отделке лучше, чем у КВС. Если у вас нужна помощь с недвижимостью, обращайтесь, оставьте заявку на andreyartemov.ru или напишите в моей соцсети, а они в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. И обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok